так и снова у нас мини пустыни академовских пляжей самом деле реально так бежишь как будто немножко в пустыне ладно там голый мужик ходит она не голая ладно в общем в общем это про политику ладно сегодня сегодня были темы про про в самом деле канта в общем про общественный договор теории общественного договора в общем не знаю пару слов может быть скажу самом-то деле потому что в общем интересно что по поводу канта например у него там забыл как называлась что-то про наилучшим государственном устройстве что такое там интересные у него набор по-моему у него же был набор правил или набор рассуждений в общем одно из них было по поводу ну да там все отталкивалась вот сейчас мне память возвращается вообще от в принципе от природы человека и что да волны отличные что мы такие рассуждения как уйдет вообще развитие человечество самом деле интересного не хоть теория смысле например что у такого интересная идея о том что человек не не способен за свою короткую жизнь очень много знаний скажем так вместить чтобы как-то наработать там результате изучения опыта и так далее поэтому ну имеется ввиду для прогресса для развития поэтому представляется это все в виде того что общество развивается ну то есть человек как сказать вносит свое свой вклад в развитие общества в превращении каких-то знаний ну это я так своими словами говорю и таким образом человечество и сам человек развивает все больше и больше и получает все больше и больше знаний самом деле идея ну как сказать так по нынешним временам то все правильно так то хотя там хотя и вот сейчас на фоне всех этих манипуляций которые происходят в мире там с вокруг этой украинской темы против россии то есть как то как ты такой вопрос ну ладно там да этот кумулятивный так называемый эффект то есть так же есть бедные страны та же самая колонизация вот сейчас это про это все начали рассказывать и объяснять понятно понятно почему стали объяснять потому что есть конфликт элит западных и российских и соответственно для российских элит выгодно ну как выгодно то есть есть смысл ну выгодно можно сказать рассказывать именно про то что происходит скажем так с точки зрения негативного взгляда на на то что происходит в мире и поэтому они сейчас занимая как бы такая большая машина пропаганды она запущенная она она работает то есть и она пропаганда здесь в чем есть есть пропаганда как бы как ложь фейк ньюс так называемого куда к сожалению скатилась западная пропаганда не знаю все рисовали себе запад рисовали каким-то идеальным или более совершенным миром обществом в итоге он как-то очень резко деградировал буквально за 30 лет после перестройки ну то есть самом деле прям по канту то что вот он объяснял по поводу того что что все придумано так что люди они вообще должны находиться в состоянии конкуренции какое-то противоборство конкуренции и это состояние она соответственно двигает весь прогресс это такая тоже интересная идея но на самом деле насколько я понимаю потом экономистами классиками была подхвачена эта идея этого рынка когда существует один человек не существует один человек а человек все делает для себя ради своей выгоды как бы а в итоге ну вроде как бы все для себя а в итоге получается так что общественное благосостояние растет идет развитие вот за счет от этой конкуренции про как сказать то не справедливая конкуренция как доброкачественные как там она называлась то есть когда идет вот эта конкуренция и каждый человек хочет сделать что лучше получить больше денег ну честно когда все это происходит конечно ну и в итоге и в итоге соответственно все получается как бы развитие капиталистических странно показало некоторую картинку благосостояния как там все это выросло там если глубже смотреть сейчас все как-то немножко переосмысливается на фоне того что там каким образом сша получила преимущество огромное после второй мировой войны и так далее то есть столько много возникает таких вот факторов когда вот это чистая теория так сказать чистых конкурентных отношений она становится все более и более призрачной идеальной идеальной ну то есть теоретической но несоответствующей реальности фактически потому что ну да модель есть но в реальности совсем по-другому в реальном мире скажем так где вообще говоря самые главные капиталисты они не обладают большими добродетелями там и так далее в развитии кого-либо так ну в общем да там вот эта тема была интересная про про состязательность интересный пример тоже приводился по поводу деревьев что там где допустим солнце и много места там ветер растут одиночные деревья вроде бы у них всего достаточно там солнца достаточно но они вырастают кривые хороший стройный лес где идет конкуренция деревьев они когда растут каждое каждое дерево стремится развиться лучше выше как сказать мощнее лучше ствол там листву как-то сразу это расправить когда идет борьба то деревья вырастают крепкие высокие стройные красивые интересная самом деле идея потому что она прям как-то по аналогии к миру людей тоже вот прям подходит потому что когда люди там тупеют скажем так ходят со смартфонами ничем особо не занимаются там не знаю спортом не занимаются живут потребительской жизнью они вот реально деградируют становятся совсем другими не то есть как-то сети украшательства косметика татуировки всякие тупые хорошая одежда модно это все чушь вообще собачьи люди-то некрасивые уродливые становятся вот так вот если посмотреть поставить там венеру милоску на один пьедестал но это я так уже видишь учета сказал потому что да венеры по крайней мере обрублены руки так я вот здесь прошел на самом деле уже довольно много наговорил довольно много я не знаю там если подготовиться немножко к этой к спичу так сказать взглянуть еще тексты то конечно можно что-то более внятно какие-то вещи объяснить так вот я вроде что-то хотел сказать а так чувствую что так вот чтобы на запись прям какие-то вещи говорить там что-то можно перепутать перемешать там руссо с кантом поэтому их лучше не мешать так что ладно что на этом я наверное уже закончил все смотрел всем спасибо отличная весна море у нас все лучше и лучше солнце ярче и ярче деревья зеленее и зеленее там там еще и луна там еще и луна там еще и луна